Уважаемые товарищи, слушайте третью часть радиоспектакля по роману Юлиана Семенова «Приказано выжить». Последние недели существования фашистской Германии. В ожидании неминуемого конца высшие чины Рейха ищут пути сепаратного мира, тайно друг от друга торгуют последним, что пока еще осталось в их руках. И задача Максима Исаева, он же Штирлиц, вернувшегося в Германию для выполнения нового приказа, разобраться в этой тайной торговле. По законспирированным дорогам организации членов СС Одесса готовы уйти в Латинскую Америку видные функционеры СС. Среди них шеф-гестапо Мюллер, которому все же удалось расшифровать Штирлица. Но Мюллер держит свои знания при себе, используя Штирлица как канал для засыла выгодной ему, Мюллеру, информации в Москву. Юлиан Семенов Приказано выжить Радиоспектакль Часть третья Не думай о секундах свысока Наступит время, сам поймешь, наверное Свистят они, как пули у виска Мгновения, мгновения, мгновения Мгновения спрессованы в года Мгновения спрессованы в столетия И я не понимаю иногда Где первое мгновение, где последнее Мюллер Здесь Борман Мне срочно нужен этот офицер Я забыл его имя Привезите его ко мне Кого вы имеете в виду? Того, который ездил на запад Штирлиц Да Я жду Вы звонили ему, Штирлиц? Нет Как вы думаете, чем вызван этот звонок? Не знаю Я, во всяком случае, в работе с ним соблюдал те правила Которые мы с вами оговорили О том, что радиограммы из Москвы расшифрованы Знал только один Мюллер Слежка за Штирлицем осуществлялась под прикрытием организации его же безопасности После блистательно проведенной операции в Берне У штандартенфюрера слишком много могучих врагов Мюллер и это аккуратно замотивировал при разговоре с рейхслейтером Операция по устранению Дагмар Проведена старыми агентами Мюллера Его личной гвардией Никто об этом не знает И уж, конечно, никто не догадывался Про то, какую игру с Москвой затеял Мюллер Используя Штирлица в темную Вы будете чувствовать меня во время беседы, Штирлиц Сосредоточьтесь Постарайтесь настроиться на мою волну Это в ваших же интересах Я готов Но если бы я знал То, что знаете вы, Группенфюрер Меня может повезти не туда Информированный человек никогда не совершит тех ошибок Которые совершают люди, лишенные знания Вы в деле, Штирлиц Я не умею предавать Добрый и доверчивый Мюллер всегда страдал за свою доброту У меня, во всяком случае, нет к вам никаких претензий Мои подозрения живут во мне и умрут там Ибо лучше с умным потерять, чем с дураком найти Мюллер Я хочу, чтобы вы придали Штирлицу Несколько своих верных людей И срочно отправили их в Линц Даррих, Слейтер Задача В районе Альтаузе Работает враг Там же, в соляных штольнях Депонированы сокровища Которые принадлежат партии и нации Над ними Занесен меч Необходимо Отрубить ту руку Которая посмела этот меч поднять Вам Понятна задача? Нет Мы, секретная служба Грубые люди, Рейхс Лейтер Отрубить вражескую руку Может и другой человек Штирлиц нужен мне здесь Хотя, если существует какой-то особый аспект проблемы То Штирлиц должен его знать Иначе ему будет трудно выполнить задачу, возлагаемую вами Если бы я считал нужным коснуться особых обстоятельств этого дела Я бы коснулся их, Мюллер Гавуляйтер Верхней Австрии Айгрубер Окажет необходимую помощь Штирлицу Нет Айгрубер Человек совершенно определенного склада Он, простите меня Слепой фанатик Он ничего не видит и не слышит Он только повторяет лозунги, которые ему присылает доктор Геббельс Рейхс Лейтер Мы так не умеем работать Но если вы так высоко занеслись, Мюллер Сидя здесь в центре Что стали с недоверием относиться к людям в областях Даже к Гавуляйтеру Мне ничего не остается делать Как разбить ваши подозрения Враг, судя по всему Оперирует, имея базу в штаб-квартире Кальтенбрунера Да-да, именно так На его вилле Кэрри, где расположена специальная группа шестого управления Действует враг Вы понимаете всю деликатность задачи? Кальтенбрунер лично следит за работой радиооператоров Нацеленных на перехват всех сообщений с востока и запада Если бы вам, Мюллер, сказали, что противник коллаборирует с вашим сотрудником Как бы вы отнеслись к этому? Я ведь не допускаю мысли, что вы намеренно можете держать под для себя врага Ну отчего же, с точки зрения нашей профессии, Рейхс Лейтер, это порою даже выгодно Отличная возможность начать игру Вот вы мне и докажете, что Кальтенбрунер ведет игру в темную А нерасчетливо и коварно покрывает врага в своем доме Вот вы и принесите мне на стол доказательства Абсолютной надежности вашего шефа Да, но как отнесется к такого рода особому положению прибывшего человека Гауляйтер Айгрубер Я пошлю ему радиограмму Что вы действуете автономно Согласно моему указанию Если результаты проверки кончатся благополучно Связывайтесь со мной через него Поставьте его во всем в известность, успокойте его Если же вы обнаружите трагедию Если вам станет ясна неверность Кальтенбрунера Ничего не говорите Айгруберу Не надо Выходите прямо на меня Спасибо, Рейхслейтер Теперь нам будет легче думать об этом деле Рейхслейтер И еще одно Да Гелен передал мне все те документы по России, Югославии, Польше И частично по Франции Которые я у него просил Это уникальные материалы Слов нет Если ценности музея фюрера в Линце Исчисляются сотнями миллионов марок То дела Гелина Они попросту не имеют товарной стоимости Я был намерен поручить Штирлицу работу По подбору и учету этого кладези информации По тем высоко стоящим людям В Париже, Москве, Белграде и Варшаве Которым мы в будущем сможем подходить Папки с бумагами Гелина Надо превратить в 50 страниц Я убежден, что Штирлиц справился бы с этим делом Лучше других Посадите на этот узел кого-то из тех Кто сможет провести первую прикидку Предварить начало обстоятельной работы Систематизировать ее Рейхслейтер Я не хочу хвалить Штирлица в глаза Но лучше его никто не сможет охватить это дело Если кто-то начнет предварять и систематизировать Потом будет очень трудно раскассировать дела по секторам Армия, промышленность, идеология Нет Все-таки туда надо ехать именно Штирлицу Со свойственным ему тактом Он проведет работу в Линдсе за 3-5 дней И вернется, чтобы готовить материалы Гелина Надо уходить Поездка в Линдс Последний шанс Все, что можно было понять, я понял Выше головы не прыгнешь Слова Бормана об изменнике, работающем возле Мюллера Были, конечно же, случайностью Но эта случайность стоила мне Сердечной колики А про то, что они хранят в штольнях Я не имею права передавать в центр И так приходится ломать голову Где ложь, а где правда И связника нет И, видимо, не будет Я стал объектом двусторонней игры Из Берлина мне не уйти Думать про то, чтобы пробиться отсюда на восток Безумие Меня схватит через день Как бы я не менял внешность А Линдс — это горы Там можно отсидеться Можно, в конце концов, идти по тропам на восток И еще эти документы Гелина Это крючок для меня Он хочет, чтобы я заглотал этот крючок А я не проявлю к нему интереса Не проявлю Заходите, заходите, Штирлиц Минуточку Вот, посмотрите В этом чемоданчике Лишь один из материалов Гелина Здесь данные по людям науки во Франции Чьи родственники тайно коллаборировали с нами на оккупированных территориях Пожалуйста, приглядитесь Подумайте, как это вернее и короче записать Рассчитывая использование агентуры на будущее в наших целях Ну, понятно Когда вернетесь Я вас поселю на одной из моих конспиративных квартир Дам пару стенографисток Хорошенькие Возьмите на себя Югославию и Францию Это дорого стоит Больше, чем картины всяких там Тин Торетто и Рафаэля Вы уж мне поверьте Но это по возвращении из Линца, Штирлиц По возвращении в Берлин Думаете, я успею вернуться? Успеете Сомневаюсь Что ж, ваше тогда счастье Когда выезд? Сколько времени у меня осталось? Снова погода меняется Времени у вас не осталось Сейчас, Штирлиц Вам не надо от меня уезжать А собраться в дорогу? Заедите с моими людьми по пути в Линц Погодите, сейчас я познакомлю вас с ребятами Которые будут вас сопровождать Я не хочу рисковать вами, дружище Не сердитесь Все Конец Я в кольце Меня теперь будут держать плечами Я зажат А я ведь чувствовал Только боялся себе в этом признаться Погоди, погоди, погоди Не торопись подписывать капитуляцию С тем, что называют Стечение обстоятельств Ребята Я поручаю вам Штирлица Запомните, что я скажу И пусть это запомнит Штирлиц тоже С тех пор, как он вернулся в Рейх После блистательно выполненного задания в Швейцарии Его жизни постоянно угрожает опасность Поэтому, ребята, я запрещаю вам оставлять его одного хоть на мгновение Работать вместе Питаться вместе Спать в одной комнате Запомните, ребята Штирлиц человек Нездоровой храбрости Но я отвечаю за его жизнь перед высшим руководством Рейха Именно поэтому отправляю вас с ним Спасибо, Рупенфюр Я от всего сердца признателен вам за ту заботу Которую вы проявляете о моей жизни Но как быть, если в Линце возникнет необходимость поговорить С тем, в ком я буду заинтересован в процессе расследования Разговор с глазу на глаз одно А если мы начнем проводить собеседование за круглым столом Никакого результата я не получу Вилла, откуда идут передачи на врага Окружена пятнадцатью гектарами прекрасного парка Забор надежно укрывает вас от врага Подступы простреливаются с вышек Гуляйте себе по дорожкам на здоровье И ведите беседы с глазу на глаз Но имейте в виду, Штирлиц Вам придется записывать беседы в парке И передавать их Ойгину А вы, Ойгин Организуйте немедленную доставку в Берлин Это ваша забота Штирлицу нужды нет забивать голову мелочами Это не мелочи Я буду лишен возможности прослушать свои беседы перед встречей с другими сотрудниками Стану путаться в фактах Мне так трудно работать в группе инферур Трудности существуют для того, чтобы их преодолевать Не сердитесь, дружище До встречи От Зальцбурга дорога пошла ввинчиваться в горы Здесь еще лежал снег Штирлиц был, как и всю дорогу от Берлина Зажат на заднем сидении между Ойгином Шритвассером и Куртом Бёзе Штурмбанфюрерами СС Машину вел Вилли Драхт Штурмбанфюрер из референтуры Мюллера Вальтауззее Они приехали, когда стемнело Ворота Виллы Керри открывались медленно Работал автомат Когда Вилли загнал машину в темный парк Из небольшого домика возле шлагбаума Вышли два охранника Потребовали документы Долго сличали фотографии На офицерских книжках СС С лицами прибывших Потом попросили выйти Подняли заднее сидение Проверили чемоданы И, корректно извинившись Сказали, что необходимо предъявить содержимое портфелей А личное оружие сдать под расписку Потом показали путь в третий коттедж Там были приготовлены две комнаты Ну что ж Так, ребята Чтобы у нас не было недомолвок Давайте на чистоту Кто из вас храпит? Я Знаете, особенно когда засыпаю Но мне можно крикнуть, и я сразу проснусь Я не храплю Я натренирован на тихий сон Это как же, Ойгин? Когда Скорцений меня готовил к одной операции на Востоке Он заставлял меня успокаивать самого себя Перед наступлением ночи Лежать на левом боку И учиться слышать собственное дыхание Разве такое возможно? Возможно, возможно, я убедился Даже наркотик можно перебороть Если только настроить себя На воспоминания самого дорогого Да не улыбайтесь, это точно Я пробовал на себе Кофе сейчас будет готов Штандартный фюрер Как вы отнесетесь к глотку бренди? Пожалуй Отлично Ойган Да Не сочтите за труд Пригласите дежурного офицера смены на чашку кофе Сейчас, штандартный фюрер Дежурный смены Штурмбанфюрер Хётль Оказался седоголовым Хотя еще молодым человеком Дружище Хётль Да Не составите мне компанию Я обычно гуляю перед сном С удовольствием Штандартный фюрер За вороты штандартный фюреру выходить нельзя Ему постоянно угрожает опасность Мы прикомандированы к нему для охраны Группенфюрером Мюллером А портайгеносы Кальтербрунер В курсе вашей командировки? Он знает Мы прибыли, чтобы проследить за организацией специального хранилища для партийного архива Личное поручение рейхслейтера Бормана Ага, так Ну что ж, мы все к вашим услугам Оген, не беспокойтесь за меня Мы погуляем по парку Пойдемте С удовольствием А, ночь сегодня на редкость звездная Смотрите, штандартный фюрер Какие близкие звезды Да, но перемигиваются они как-то тревожно Не находите? Ну, это все лирика Хетлин Да Для того, чтобы я смог успешно провести дело, порученное мне Я хочу рассчитывать на вашу помощь Я к вашим услугам Хорошо Расскажите про ваших коллег Кого бы из них вы порекомендовали мне для выполнения заданий центра? Прошу простить, мне было бы легче давать им оценки, зная, каким должно быть задание Сложным Так, я начну с Докса Он живет здесь с 42-го года С первых дней организации этого радиоцентра Великолепный работник Бесконечно предан делу фюрера Примерный семьянин Горнолыжник Стрелок Безупречен в поведении Федор Да Я читал его анкету Не надо повторять штампы Меня, например, интересует За что он получил порицание обергруппенфюрера Кальтенбрунера в 43-м году? Не знаю Не знаю, штандартенфюрер Я тогда был на фронте В войсках СС? Вы же знакомы с личными делами всех тех, кто работает здесь у обергруппенфюрера Значит, вам известно, что я служил рядовым в войсках вермахта В вашем личном деле сказано, что вы были разжалованы Гейдрихом А после его трагической гибели Вам вернули звание, наградили и перевели на работу в отдел Эйхмана За что вас наказал покойный Гейдрих? Я позволил себе говорить то, чего не имел права говорить А именно? Я был пьян В компании, где находился друг покойного Гейдриха Я, понятно, об этом не знал Я позволил себе усомниться в том, надо ли уничтожать славян Я пошутил Я, видимо, не умело пошутил Сказав, что часть славян стоило бы держать в гетто, чтобы потом, когда Россия откатится за Урал Было на кого выменять Эренбурга И за это вас и разжаловали? В основном, да А не в основном? Я еще сказал Что мы одолеем русских, если вовремя заключим мир на Западе Когда вы примкнули к нашему движению? В 39-м А к СС? Дело в том, что я родился в Линце В одном доме с обргруппенфюрером Кальтенбрунером Он знал мою семью Отец помогал ему в трудные времена Поэтому он рекомендовал меня в СС лично В 40-м Что еще знаете о доксе? Я сказал все, что мог штандартенфюрер Хорошо Я поставлю вопрос иначе Вы бы пошли с ним на выполнение задания? В тыл врага? Пошел бы Спасибо, Хветл Дальше Оберштурмбанфюрер Растерфельд С ним я готов идти на любое дело С каких пор вы его знаете? С 41-го года А вам известно, что именно Растерфельд готовил для Гейдриха материалы на ваше разжалование? А то быть не может Я покажу вам документы И последний вопрос Он знает, что вы спите с его женой? Пойдемте, пойдемте, пойдемте Держите ритм Вот так-то, Хветл Вы, конечно же, относитесь к числу неприкасаемых Поскольку вас вернул с востока обергруппенфюрер Кальтенбрунер Но система проверки РСХ работает вне зависимости от того, кто тебя опекает наверху Веселитесь, как хотите, но не попадайтесь А вы попались Осторожно Штирлиц вдруг как-то странно упал на левый бок Поднявшись, незаметно достал из внутреннего кармана плоский диктофон Вытащил кассету, порвал пленку Поставил кассету на место и сунул диктофон в карман Вы поняли, что я упал, поскользнувшись Поэтому, вернувшись, вы спросите при моих коллегах, не сильно ли я ушибся Мои коллеги не спят, может быть, даже кто-нибудь из них идет следом за нами Но в отдалении Поэтому сейчас вы напишите мне обязательство работать на Гаулейтера Айгрубера и на НСДАП Ясно? Вот блокнот Быстро, Хётль, быстро, это в ваших интересах Что писать? Да что в голову сбредет Обязуюсь работать на Гаулейтера в Верхней Австрии в случае измены и так далее Я не могу писать на ходу И не надо, я подожду Так, хорошо Теперь переверните страницу Зрение хорошее? Да Посмотрите, что там написано Хётль нагнулся и сразу же отпрянул В блокноте Штирлица была записана последняя радиограмма, отправленная из Альтаузея, неустановленным оператором на запад Это моя последняя попытка Один шанс из десяти, но всё-таки это шанс Хётль Да Передайте вашим шифрам Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, не суетитесь Я не собираюсь вас губить Я заинтересован в вас так же, как Кальтенбрунер Передайте вашим шифрам Мои цифры А если вздумаете отказаться Я не поставлю за вас и Пфеника В шифровке Штирлиц сообщал центру, где находится, что зажат тремя гестаповцами И впервые открыто признался, что сила его на исходе Если центр сочтёт возможным организовать его побег на родину Налёт на виллу Кальтенбрунера в Альтаузее вполне возможен Виллу охраняет 12 человек Но, по крайней мере, семерых он, Штирлиц, рискнёт взять на себя Если только получит ответ, который ему передаст Хётль Через час Далес получил странную радиограмму из Альтаузея От агента Жозефа Под этим именем был зашифрован Хётль Предложивший свои услуги осенью 1944 года Цифры Штирлица, переданные в Бёрн Хётлем Расшифровки специалистами Далеса не поддались Однако, поскольку Штирлиц был вынужден назвать адрес Куда следовало передать его шифровку Люди Далеса немедленно навели справки И установили, что там жил человек Связанный в своё время с группой советского разведчика Шандара Радо Ойгин и Вилли аккуратно просматривали документацию по радиопередачам А Курт отправился в Линц, чтобы проинформировать секретариат Гауляйтера Айгрубера о начале работы Хётли, составьте мне компанию Право, не могу гулять в одиночестве С удовольствием Одну минуту, штандартный фюрер Да, Ойгин Я починил вам аппаратик О, не понадобится? Вы очень внимательный, старина Я действительно привык к диктофону, словно к парабеллому Надо будет опробовать ваши технические способности на штурмбанфюрере Хётли Придётся мне его немного позаписывать, а? Не возражаете, Хётли? Что вы, что вы Подслушивание боится только враг Честный человек не опасается проверки Ну и славно Нет, ничего приятнее работать с единомышленниками Пошли, Хётли Спасибо, что вы нашли для меня время После утомительного дежурства Самое поразительное заключается в том, Хётли Что сейчас я совершенно явственно представил себе мельк форели Которые возносятся сквозь грохот падающей воды вверх по порогу Любите ловить форель? Не пробовал Зря, это ещё более азартно, чем охота Здесь кое-кто ловит форель Я знаю, тут у вас хороший форель В Испании я пытался заниматься живописью Там красивая рыбалка на Ирате, в стране басков Рыбу очень трудно писать Надо родиться голландцем Любите живопись? Штандертенфюрер Я так не могу Вы включили аппаратуру? Конечно, нет Покажите Видите? Можете держать у себя, если вам так спокойнее Возьмите Спасибо А почему вы спросили о голландской живописи? Потому что знаете про шахту Аузейгрде, где хранятся картины Гитлера? Ой, как это ужасно, Хётль, когда люди ни одно слово не воспринимают просто, а ищут в нём второй потаённый смысл Отчего вы решили, что меня интересует хранилище картин, принадлежащих фюреру? Потому что вы спросили меня, как я отношусь к живописи Мне поэтому показалось, что вы тоже интересуетесь хранилищем Я тоже? А кто ещё? Да все, кому не лень Хётль Вам выгодно взять меня в долю Я не фанатик Я отдаю себе отчёт в том, что мы проиграли войну Крах наступит в течение ближайших месяцев, может быть, недель Вы же видите отношение ко мне тех слепцов, которые не выпускают меня с территории этого замка Меня подозревают так же, как вас, но вы имеете возможность днём уезжать в Линц А я этой возможности лишён, хотя заинтересован в этом по-настоящему Но как же тогда понять, что вас, подозреваемого, отправляют со специальным заданием в штаб-квартиру Кальтенбрунера? Что-то не сходится в этой схеме Это верно Согласен Но вам ничего не остаётся, кроме как верить мне, Хётль Мне ведь тоже приходится верить вам А кого интересует копия, где складированы картины? Американцев Их люди давно заброшены сюда? Да Где они? Под Зальзбургом Вы с ними контактируете? Они со мною контактируют Ой, да будет вам, дружище Сейчас такое время настало, когда именно вы в них заинтересованы, а не они в вас Нет Они больше Если я не смогу предпринять решительных шагов, штольни, где хранятся картины и скульптуры, как-никак миллиард долларов, будут взорваны Вы с ума сошли? Приказ фюрера В штольне уже заложено пять авиационных бомб Кто должен отдать приказ о взрыве? Берлин Фюрер Или Кальтенбрунер Не Борман? Может быть и он, но я знаю про Кальтенбрунер Хётль, сможете повлиять на Кальтенбрунер? Ну, вы же знаете характер этого человека О ваших контактах ему известно? Нет Думаете открыться ему? Я не решил еще Если вы говорите правду, то погодите еще пару недель Он относится к числу тех фанатиков, которые ночью признадеются себе в том, что наступил крах А утром, выпив водки, от страха норовят написать исповедь фюреру и молить о пощаде Признайтесь ему, когда здесь станет слышна канонада Он намерен приехать сюда? Не знаю Он прибежит сюда Навяжите ему действия Сам он не умеет поступать Ни он, ни Гиммлер, ни Геринг Они все раздавлены их кумиром, фюрером В этом их трагедия, а ваше спасение Скажите ему, что обергруппенфюрер Карл Вольф Стал равноправным партнером Алена Даллеса После того, как гарантировал спасение галереи Уфицы Признайтесь ему, что вы можете сообщить Даллесу о его, Кальтенбруннера, благородстве Утопающий хватается за соломинку А вас, если сможете повлиять на него, это действительно спасет от многих бед А что будет со мною? Если вы всех просчитали далеко вперед, в том числе и меня То значит, меня могут просчитать и другие Я готов сделать все, что в моих силах, но я хочу получить гарантию Я должен выжить Я хочу выжить Я готов на все, штандартенфюрер У меня прекрасная семья Я пошел в СС ради семьи Будь проклят тот день и час Понимаю, понимаю Вы мне тоже выгодны в качестве живой субстанции, Хёдль Живой Наши интересы смыкаются А теперь вот что, милый Хёдль Передачи из Швейцарии не было Я уже узнавал у радистов Далес молчит Поэтому Готовьте мне встречу с вашими контактами Это невозможно Вас не выпускают из-под опеки Спокойно, спокойно, Хёдль Верно Поэтому готовьте встречу здесь, в парке, возле ворот Сколько человек вы сможете привезти? Что-то я вас не понимаю, штандартенфюрер Проще простого, Хёдль Вы приводите ваших людей Мы снимаем охрану Я ликвидирую моих стражников И все вместе уходим в горы Между прочим, вашу семью советовало бы перевезти сегодня же куда-нибудь подальше Нечего им делать дома Но это слишком рискованно Конечно Но еще рискованнее держать жену и детей в качестве заложников Вы же понимаете, что наша команда сюда не в Сэрсо приехала играть Не я, так другой схватит вас за руку Только другой начнет с того, что бросит вашу жену и детей в подвал И применит к ним третью степень устрашения Да-да, в вашем присутствии Пообещав Штирлицу налет на замок Уговорившись, что он, Хёдль, подготовит за сегодняшнюю ночь план операции Вместе с теми, кто выступает с ним против Рейха Штурмбанфюрер зашел в коттедж, где работали Ойген, Курт и Вилли Рассказал пару анекдотов Обсудил план работы на завтра И уехал в Линц Оттуда-то он и позвонил по личному телефону Кальтенбрунера Команда идет по следу Пусть их заберут отсюда И положил трубку Поступив так, он выполнил рекомендацию Далеса Переданную им по запасному каналу связи Которая гласила Уберите из Альтаузея того человека Который понудил вас отправить мне его шифрограмму Адресованную русским В два часа ночи Кальтенбрунер позвонил Мюллеру Послушайте-ка, Мюллер Мне не нравится ситуация в Альтаузее Пусть они сейчас же выезжают оттуда И днем явятся ко мне для доклада Подумаем вместе Как организовать надежный поиск вражеских радистов Хорошо, обергруппенфюрер Я подготовлю телеграмму Штирлицу Через полчаса в бункере Борман выслушал Мюллера Что ж, значит, Кальтенбрунер Тоже играет свою карту Честному человеку нечего бояться проверки Молодец, Штирлиц Ойгену Вывезите Штирлица И доставьте его ко мне немедленно не часа Понятие хруст Приложимое, как правило, к явлениям физическим В равной мере может быть спроецировано на то Что случилось 16 апреля 45-го года После того, как войска Жукова Включив тысячи прожекторов Обрушили на позиции немецких войск Укрепившихся на Одерском редуте Ураган снарядов, мин и бомб Хрустела не только оборона Хрустел рейх То, что еще за мгновение до начала удара Являло собой структуру Волю массы противной стороны Сейчас медленно, разрываемая стремительными трещинами Неумолимо и грохочуще оседало Поднимая при этом смерч душной пыли и гари К вашим услугам, рейх Слейтер Садитесь Счетчик включен, Мюллер Вы должны сделать так, чтобы Шаленберг Предложил Гиммлеру Открыто обратиться к англо-американцам С предложением о капитуляции Безоговорочный А вы как думаете? Так же, как и вы По-моему, самое время сейчас называть уже Собаку собакой, рейх Слейтер Выпить хотите? Хочу, но не решаюсь Сейчас такое время, когда надо быть абсолютно трезвым А то можно запаниковать В нашем распоряжении, Мюллер, неделя А это очень много Семь дней, сто шестьдесят восемь часов Что-то около десяти тысяч минут Так что я выпью А вы позавидуйте Что вы такой грустный? Я не люблю быть болваном в игре, рейх Слейтер Я не умею работать, если я не знаю конечной задумки Я ощущаю тогда свою ненужность Ненужность И что еще страшнее Малость Я объясню вам все, Мюллер Вчера еще было нельзя Даже час назад было рано Сейчас можно и нужно Я человек Альтернативы, вы знаете Я не могу спать в комнате Где только одна дверь Меня мучают кошмары Если Гиммлер Сговорится с Бернадотом Он все равно не сможет без меня сдержать рейх Партия взяла верх над его эсэс И это очень хорошо Следовательно На него мы найдем вожжи Аппарат в моих руках Гестапо в ваших Геринг? Вряд ли Аперетто Хотя я не исключаю и этой возможности Его офицеры тоже не смогут держать Он это понимает Держать можем мы Но это один строй размышления Один допуск Второй Они не сговорились Тогда я обращаюсь к Сталину С предложением мира Я отдаю в его руки Германию порядка Германию сконцентрированной силы Я говорю ему Примите нас Иначе Нас возьмут ваши союзники Ваша игра С Москвой, Мюллер Идет хорошо, не так ли? Кремль нервничает Получая информацию О переговорах с Западом Иначе они бы начали штурм позже Когда сойдут Разливы рек И не будет Непролазной грязи на полях Это две двери И обе они могут оказаться закрытыми Что тогда? Прыгать в окно? Придется Но мы прыгаем С первого этажа, Мюллер Натренированный Не впервой Окно Это подводная лодка Опорная база в Аргентине Готова к ее приему Где окно? Я готов прыгать хоть сейчас Шелленберг Подвигнет Гиммлера К открытому обращению на Запад Спросили бы точнее, Рейхслейтер Сможет ли Мюллер Сделать так, чтобы Шелленберг Провел нужную операцию Против Гиммлера? Я бы ответил Да, смогу На то я и Мюллер Так когда станем прыгать из окна? После того, как обратимся к русским И они ответят нам А это случится в ближайшие дни Ну, а с ним-то вы справитесь? Я всегда считал Геббельса мягким человеком Он мне по силе Не надо так, Рейхслейтер Ну, зачем? Часы бьют полночь Не надо Ответьте прямо Я могу быть вам полезен В устранении Гитлера Я лично, я Мюллер И могу я еще быть вам полезен В том, чтобы уже сейчас Продумать будущее Трех ваших двойников Мои люди ведь тоже их стерегут Не думайте Не только ваши Давайте обговорим детали, Мюллер Что же касается Гитлера То здесь ваша помощь Мне не нужна Я его слишком хорошо знаю Ранним утром Штирлиц возвращался в Берлин Город был окутан Черно-красным дымом пожаров В здание он вошел Зажатый между Куртом и Ойгеном Все еще не желая признаться себе В том, что это и есть конец Игра окончена Адъютант шефа гестапо Шольц Посмотрел на Штирлица С тяжелой ненавистью Заберите у него оружие Мы передавали третью часть радиоспектакля по роману Юлиана Семенова «Приказано выжить» Режиссер-постановщик Эмиль Верник Автор инсценировки Сергей Карлов Роли исполняли Штирлиц Вячеслав Тихонов Мюллер Леонид Броневой Борман Анатолий Соловьев Хютль Аристарх Ливанов Ойген Владимир Митюков Курт Сергей Варчук Кальтенбруннер Михаил Погоржельский Шольц Иван Тарханов От автора Михаил Глузский Ассистент и режиссера Тамара Калыгина Музыкальное оформление Елены Новиковой Музыкальное оформление Музыкальное оформление Музыкальное оформление Музыкальное оформление